Меня зовут Илья Смагин. Я работаю в компании Waves. По некоторым причинам, может быть, неочевидно, нам пришлось разработать свой запрограммирование. Мы это сделали с помощью подобного запрограммирования. И сейчас я хочу рассказать историю, как мы это делали, какие мы в библиотеке использовали, с какими проблемами столкнулись, и где мы сейчас. Мы работаем в блокчейне. И три слова буквально про блокчейн. Все это слышали. Но когда у нас стала необходимость уже сделать более программable features в блокчейне, мы занялись смарт-контрактами. И для этого, собственно, мы инициализовали эти программы. И были требования. Первое. Должен быть 100% детерминический запишут. То есть никаких сайт-эффектов, никаких... Никаких ходить в веб-сайт, никаких прочитать в текущее время, еще что-нибудь. Вычтительная сложность тоже должна быть заранее известна. Потому что если это не так, и в смарт-контракте, который считает бесконечный цикл, если такой смарт-контракт попадает в блокчейн, потом всем очень тяжело. Потому что все ноты начинают выполнять этот код. Если все ноты начинают делать бесконечный цикл, то на это все заканчивается. Также важен IEO Performance. И кроме того, так как мы рабочий продукт, нам нужно двигаться, правда, быстро. Но при этом вещи не ломать. Потому что что-то сломает в ручкине. Это очень плохо. Цена жидкости высокая. И она не только техническая. Но техническая тоже, кстати. Все баги, которые у нас были, они у нас все по-прежнему в коде есть. Просто они нам работают ограниченное количество времени. Потому что если какое-то правило будет использовано в данный раз, оно должно остаться в коде навсегда. Просто оно выключается в каком-то время. Поэтому нужно делать вещи быстро, но при этом тренировать. И для того, чтобы нам этой цели дать стичь, у нас был какой-то Scrum mindset. Мы придумали символическую задачку, которую нам нужно сделать. И все, что мы делали, в первую очередь, под эту задачу было направлено. Например, нам нужно было сделать простой механизм мультиподписи. Что это такое? Это когда два участника могут гипотографически подтвердить транзакцию. То есть нужно было сделать так, чтобы можно было задать такое требование, как мультиподписи. Сначала самое простое. Делаем мультиподпись . Потом посмотрим, как мы будем делать мультиподписи . А потом вообще дальше разберемся. Самый главный рост. Те процент, который мы делаем. Ну, я бы делала совсем простая. Мы напишем parser, который из кода составит нам вот этот expression. У нас, как видно, вход — это expression, то есть функция i над двумя операторами, которые проверяют подпись одного и другого участника. То есть первая идея — это просто вход, как-нибудь все положено. Из него соберем expression, а из expression потом выберем гуляторный результат получает. Но regulations есть важная штука, потому что просто так деплойте подряд blockchain платить деньги, а потом ловить exception. Но это не очень хорошо. Надо думать дальше что-то. Окей. Давайте тогда в первую очередь выкладывать blockchain код, будем его как-то проверять. Пусть будет у нас вот абстрактный дайпчейк. То есть из кода, естественно, мы будем получать expression, то мы из expression будем его проверять и регулирует уже поисполнять. Пока вообще непонятно, что это за существа такие, но так или иначе идея развивается. Ну, а дальше, как бы, он не должен постоянно падать. Наверное, нам нужна не просто проверка, а серьезная проверка, которая просто компиляция называется. Соответственно, у нас, кажется, наметилась такая существенная компания. Теперь, если мы полностью посмотрим, что происходит, мы из текста должны получить expression 3, которые мы будем компилировать компилятором. Затем мы должны стерилизовать эти данные, чтобы мы могли их вложить в blockchain. При execution нужно будет здесь стерилизовать эти данные и вылет там выходить. Ну, в принципе, ничего необычного. Вот. И тут ничего очень интересного. У нас, смотрите, часть… Ну, во-первых, если мы посмотрим share-lice и deser-lice, это зеркальные операции. Было бы логично сделать это, что общее было. Но у нас часть исполняется… Часть этого кодекса исполняется в blockchain, это вот deser-lice и привация. То есть, когда мы достаем контракт, исполним его. А компиляция, parser и deser-lice исполняются другими. Правильно это? То есть, ну, в нашем случае, там, мы перейдем, еще что-нибудь… Вот примерно так это как-то должно было выглядеть. И одинаково, по-моему, стал выглядеть, подумали мы, и посмотрели, что есть. А дальше мы будем парсить вас парсом. А дальше мы будем делать церилизацию и deser-lice исполняться с кодеком. Могопилевотор-пилевотор, возможно, нам придется написать, чтобы что-нибудь здесь не придумывать еще. А тут появилась идея. Мы же должны сделать не абстрактный parser в вакууме, а он еще должен работать как-то. Люди должны с ним работать. Поэтому на все это, на деле, стал адрес, который позволил нам завернуть вот эту оффчейн-овую часть, которая исполняется не на сбочке, в JavaScript, и дальше с этим уже работать как с JavaScript-библиотекой для инфляции и деплоя нашего кода. Окей, вернем в сходу. Значит, о чем мы еще раз хотим? Мы хотим иметь возможность проверить цвет подписи через end, ну и понятно, что это идет куда-то в сторону expression, функций и каких-то перемен. Значит, что нам нужно? Нам нужно, чтобы мы могли сделать predefined values какие-то, мы можем декларируем константы по нужной функции, нужны операторы. Ну окей. Так давайте попробуем это сделать. И начнем мы с моделей. Очень удобно начинать программировать не с чего-то другого, а с моделей данных. Вот просто в лоб. Какие задачи у нас были для того, чтобы сделать вот этот c-bri-fi для функций? Давайте вот так скажем, что у нас стервы, это вот такие вибраические структуры данных, которые содержатся, ну, которые дают возможность операции. То есть у нас получается, что наш expression – это вот такое рекурсивное дерево, рекурсивный структур данных. Просто каждую операцию определили, как делать. И модель есть. Давайте теперь научимся парсить из текста модель. Мы взяли fast-parse. Сейчас вот первый ход реально будет делать очень просто. Он выглядит вот так, все. Парсит есть. Он умеет… Можно написать выражение, которое там было. Proxy Verify. И он будет fast-parse. И дальше, уже за неделю, он будет дальше решать, как нужно работать. Что делать с компилятором? Первый раз с компилятором вообще ничего. Мы просто будем структуру данных, которые есть, ее вычислять. То есть вот, что получается? У нас есть спорачиваем дерево, и мы его спорачиваем до OTA и UATA значения. Сиренизация. Что также мы будем сиренизовывать? Мы взяли библиотеку из кодек, при ней уже потом скажу. Но вот она нам позволила очень быстро вообще сокрыть стилизацию и дизизацию структур данных. И понятно, что в процессе дальнейшей разработки у нас менялась и модели, и операции, и типы операций добавлялись. Но, как только у нас появлялась новая конструкция, например, Ist, просто одну строчку добавляли сюда, и у нас стилизация уже работала. Уже работали тесты. У нас мы уже могли что-то там вкладывать фильмы на это смотреть. И складывать нам. У нас тоже поможет. Как мы будем делать Evelation? Значит, помню, мы идем из expression, делать буллинг. То есть, если у нас есть буллинг, почему мы буллинг не возвращаем? Потому что там мы хотим делать мультиподписи. И все, почему мы это делаем? Ну, потому что смарт-контракт сказал, можно или нет делать эту транзакцию, если подписи крайне нет. Поэтому из expression надо получать буллинг. Ну, буллинг мало, конечно, потому что там будет какая-то ошибка, может быть, exception, может, там деление на ноль кто-то сделает. Ну, айзер, да, вот эти айзер сделаны не мешает. И первый буллинг примерно так и выглядел. Просто такая функция инструктивная, которая возвращала нам айзер. И для каждого из типов прохода мальчика мы получали значение. Все было здорово. Понятно, что нам пришлось добавить какой-то контекст, потому что мы находимся в нюансах высота, вот чей-нибудь примерно. Т.е. наш вот этот, так сказать, монетром просит. Тут оказалось, что у нас рекурсивная функция. Она уже не стоит save. И неправильно бросать exception, тем более step overflow. Тем более, особенно это важно в блокчейне, потому что один и тот же код может исполняться немного из разных мест. Если на одной ноте он исполнится в одном месте и там будет exception, а на другой ноте он исполнится в другом месте, там exception не будет, мы получим форт, форт, этот блок-лотбольник, протеи денег, меры и силы. И в этом нам помог Eval. Сначала мы были Eval, который Kass Eval. Мы сначала воспользовались Mix Eval, но у него были проблемы с тромболинизацией Minimize для линейного впечатления, поэтому мы переключились на Eval. И на данном этапе у нас код занимал парсинг, ну, может, десятство, компиляторных в топе десятых. У этого, может, спостерилизация просто вообще ничего от этого не стоила. Очень мало стоит вообще. Кей, давайте. Кей. То есть уже у нас как бы первый гол в нашей исходной цели он достигнут. Мы смогли написать типоспись из двух элементов. Надо идти дальше. Гол 2 у нас тоже еще есть. Мы хотим, чтобы было несколько. K of n. И нам уже нужно ведь переменные, нам уже нужно ведь зрение, нам уже нужны более сложные конструкции. И что же нам для этого понадобится? Для этого нам понадобится ввести возможность объявлять переменные. То есть как мы это сделали? Мы сказали, что у нас есть такое понятие блок, который может включать в себя LED, который является диким нишином. И внутренний блок, который может быть просто expression. То есть, что хочу сказать, мы расширили нашу модель до блоков функциональных функционов, до падения переменных. И все, что мы для этого написали, оно практически не изменилось. У нас добавилось две строчки в стерилизацию. Добавился еще один кейс в pattern matching и чуть-чуть усложнился парсер. То есть нам не пришлось все смотря и переписывать, а upgrade из экрана произошел. Кодовая парсер подросла, а парсер уже стал второй. С парсером, кстати, была интересная такая проблема, которая до сих пор нишна. Комментарии. FastPass работает по принципу регулярных отражений. И любая возможность где-то добавить в ходе возможности комментарии, тогда будет поражена за вот этому регулярному отражению здоровья, которое мы собираем. Всегда конструируем вот этот пэп из парса. Ага. Reliefing requirements. Да. Потом мы посмотрели. Отлично. У нас вообще-то есть в сети много разных транзакций. И эти разные транзакции имеют разные поля. Какие-то поля они общие, например, как подписи, тело, транзакции, таймстелл. Какие-то разные. То есть мы смотрели на то, что мы делаем. Оказалось, что нам нужны разные типы данных, разные структуры данных. Нам нужен pattern matching. И просто мы умели по типам что-то определять. Полимартизм мы думали сделать, но не думали бы сделать это просто красиво. Так вот просто слойный язык. То есть у нас любая времена она едет в конкретном типе. Она может быть одним из мест. Например, так мы сделали. Option. Option у нас это union, apt и unit. И на этих конструкциях создана работа. Окей. Добавили union-типы. Самые. Да. И систему типов. Чуть-чуть я буквально попросил. Сейчас у нас выглядит так. То есть у нас есть сил, трейд, тайм. Разные его вариации. Single, real, final, arbitrarized. Пришлось все цепи посидеть и расписывать. Есть nothing. И опять-таки, заметьте, все декларативно. И все основано на модели данных, а не на абстрактных проектов о том, что мы будем делать. Это первично. Мы с ней работаем. Проедем чуть-чуть дальше. В какой-то момент нам стало мало просто возвращать буллин. Ну сколько можно? Возвращать буллин по аргументу. Мы видим, что пользователи могли написать какую-то функцию, сами вызвать ее и получить какой-то результат. И интересно то, что нам удалось не сломать модель expression совершенно. У нас функция содержит поди. И это поди является expression. Все просто. Аргументы являются нашими контентными типами. Поди является expression. И в конце мы встречаем writeSet. Это то, что нужно будет записать blockchain. У нас нет оперативной команды записать blockchain, нет оперативной команды еще какой-то. У нас есть только writeSet, который мы возвращаем в результате integration expression. То есть мы добавили вот новый функционал, а старик и не сломали при этом ни систему типов, ни систему исполнения. Да, у нас есть X-Frow, но X-Frow у нас, как сказать, возвращает тип nothing, который bottom type и подходит под все остальные. Поэтому никакие, ну как этот type checker ни на что у нас никогда не пугается, когда мы используем это слово. То есть мы подсерьезно подсматривали Scout, чтобы, на самом деле, сделать язык похожим на X-Frow. Но было такое пожелание, чтобы люди не пугались, когда видели, а когда они видели X-Frow, особенно те, которые пишут на X-Frow, они не поверили. Сейчас мы больно и функционально. Поэтому он все-таки в синдексе оказался ближе к Scanner. И на самом деле учился шкарный педоклад, но это не страшно. Они сейчас скроют двумя проблемами, которые мы столкнулись. Во-первых, state-t просто убивает чувство иммутабельности. Даже проблема не в том, что он убивает чувство, а в том, что у нас баги из этого появились в этот момент. То есть state-t красивая абстракция, которая позволяет в функциональном ходе делать вещи похожие на императивные, и прямо скучился эффект, похожий на императивные. У нас начали меняться какие-то значения непонятных, и мы перестали понимать, что происходит. Ну, с этим справились, завернули в другие конструкции. Библиотека, которую мы использовали для парсинга Escodok оказалась очень медленной. Она оказалась настолько медленной, что нам пришлось переписать специализацию вручную. Но мы это уже сделали тогда, когда закончили именно разработку людей и концепции. Именно практически были готовы. Извелись на дальше. Пока у нас менялась модель данных, пока у нас менялись конструкции, мы использовали Escodok. Потому что это быстро и это просто. Именно быстро в соответствииении разработок. Когда дело дошло до продакшена, Escodok просто брали. Почему оно работает медленно? Потому что он основан на Shiftless. А Shiftless там еще SuperMutable. И когда есть длинный MassiveByte, его нужно разобрать на структуру. Там нет никакого буфера, по которому входит какой-то итератор. Там постоянно держится массив и создаются новые массивы для следующего. Именно новые массивы для следующего. И поэтому вот здесь только что считается. Ходовая база сейчас у нас будет примерно так. У нас парсер на 350-100. Большинство из которых это от соборов, от элементарий, от соборов, от личных особей. Еще что-то. В общем, вы будете судьбонопные делать. Сразу делаете с реекциром, а не дайте себе запускать регулярное выражение. Но с этим мы еще будем бороться. Компилятор занимает 300-400-100. Все окей. Эволюатор вообще маленький. То есть, измеряя то, что у нас есть функции, типы. Все сложное, разное. Можно интересные штуки делать. Эволюатор по-прежнему остался просто крошечными. Изменился не идейно, а просто оброс с этими монадами дополнительными, которые нам понадобились. И чуть-чуть добавили новую функцию. Изменить функцию, нужно будет ее писать чуть-чуть строчно. Сидерализацию переписания, но это, кстати, оказалось не такой большой проблемой. Когда у тебя уже есть модель, которую ты не собираешься менять, просто сесть и написать полпостыни на сидерализацию, полпостыни на е-сидерализацию, не проблема. И Тургуатор. Мы воспользовались для техники FASPARTS, S-клавик, который потом выкинули, SkullGS, который я покажу вам всего. KADS для, понятно, трансформеров и EVAL. MONIX, раньше использовали тоже для KULE-EVAL, но FASPARTS тоже, наверное, не идет. А вот FASPARTS стал дать механизм. Оказалось, когда мы будем туда-сюда, тут управляем, тут выбираем, но когда мы эти конструкции использовали, это было очень неправильно, потому что это позволило нам двигаться быстро. А теперь мы можем работать на декомизации и улучшениях, когда уже снимем продакшн, потому что продакшн случается. Я скажу, что есть микрограммист, это на самом деле хорошо. Потому что, значит, мы написали себе, если они вакуумные. Мы open-source, то есть можно зайти на GitHub, там, где есть подлежи, все там посмотреть. И сейчас я покажу вам, на что пригласилось. Так, вот это, как говорится, IDE для написания FAM-контракта. Старый вот сейчас screenshot, работает он с помощью, ну, понимаете, Scal.js, то есть компилятор. Здесь использовано, и дальше уже люди, которые занимаются IDE, использовали наш компилятор просто в данный интернет. Обратите внимание, вот ошибка компиляции, она прямо идет из состава. Colation-l, function-fine, function-fine. Потому что можно. Так, я сейчас это покажу. Если меня выглядит сейчас. Ну что, давайте посмотрим. Немного вопроса уже у нас появились. Там есть, там, элективы компиляции, которые, там, в парсинге Google, как говорится, у нас появились какие-то аннотации. Ну, это рано-дрешний байник, на самом деле. Это просто байник, значение. И все это работает здесь. Если мы делаем какую-то глупую ошибку. А, я выбрал, вы видите. Если мы делаем глупую ошибку, у нас проблема является компиляцией. Видите, я поставил пробел посреди определения примерной. И ошибка, которая привезла, он просто полный. Трешеный, финальный, понятно. И это привез от нашего парсера, который не есть. Я говорю, знаете, что произошло. Вот немножко. Вот, соответственно, привезла самая. А если мы, допустим, просто какую-то ошибку компиляции, то есть не синтаксическую ошибку, а функцию, не существующую, и ставим вызов. У нас уже будет нормально. И... Включаемся. Да. Что мы поняли? Поняли то, что вставы очень мощные библиотеки, их нужно использовать для того, чтобы строить разработку. Но не надо бояться все это резать, когда дело доходит до продакшена. Скорее всего. И вообще у нас такой интересный шик с циклом разработки. И мы шли к какой-то цене. Вот это было. Экстендились. Потом подрезали все это. Мы снова нотировали стерп функциональности. Потом нижние руки идут. Пока вот нет. Для этого для чего нужно. Ну ладно, что дальше делать. Спасибо. На этом докладку, что короткий. Еще раз, меня заинтересованник. Я работаю в компании Waze. У нас есть стерп. Вы, наверное, все видели. И если вы еще с нами не рассказывали, и вам интересно заниматься чем-то подобным. Либо, например, вы считаете, что все, что я говорил, идеальное видео, все давно знают. Отлично. Тем более приходите. Нам с вами интересно поговорить. У нас, соответственно, есть... Мы набираем 100 разработчиков. Это было с людьми, которые заинтересованы в том, чтобы писать качественный код. И, в частности, в команду Smart Contract у нас есть одна позиция. и, конечно, на 2 минуты, тоже проходит. И за субережий финансов, и это было субережда. Вопросы в следующем году. На следующем году. Продолжение следует...